Это пока тут пустынные песчаные берега, но уже через несколько лет территорию будет не узнать. На Намыве Васильевского острова вырастет еще один жилой комплекс. Ну а кроме домов тут появится грандиозный парк. Конкурс на архитектурное решение зеленой зоны объявила компания-застройщик. Участок Намывной территории, который подлежит благоустройству, находится прямо на берегу Финского залива. Здесь должен появиться променад длиной более двух километров. Ну а площадь будущего общественного пространства около 11 гектаров. Победу в конкурсе одержало бюро заслуженного архитектора России Никиты Евыина. Руководитель доверил разработку проекта команде молодых авторов. Набережную они предлагают разделить на функциональные зоны. Место найдется и для динамичного времяпрепровождения, и для уединенного отдыха. Здесь мы предлагаем сделать цветочный дворик, рядом шахматный дворик. То есть это некие зоны, которые для такого спокойного, тихого отдыха, то есть не шумного. И чем ближе к центру, тем все более и более активные и шумные мероприятия происходят. Из шумного в парке предлагают создать спортивные площадки и зону для выгула животных. Также в планах места для настольных игр, йоги и городского огорода. При этом все пространства будут взаимосвязаны. Между ними появятся буферные зоны для отдыха. Главное, что тут важное, это какие-то безумные видовые характеристики, безумное, некое ощущение сопричастности с Балтикой, волны, все это прочее. Это может быть и отрицательно, может быть и положительно. Но из-за отрицательного мы попытались снять вопросы ветровой нагрузки и расположили высокоствольную зелень. Подобных пространств в Петербурге нет. Главным преимуществом будущего парка называют полную изолированность. В хорошем смысле набережная будет отсечена от транспортных потоков застройкой. Урбанисты говорят, в городе недостаточно развиты подходы к воде. Этот проект станет исключением. Выход к морю у города очень затруднен на данный момент. То есть мы, конечно, живем в морском городе, мы об этом теоретически помним. Но по-настоящему вот так вот общаться с морем, подходить к набережной, смотреть на закат, на восход, смотреть на разное настроение моря, это практически невозможно нигде, кроме как на заливе. А в самом городе такого нет. Зеленая зона будет рассчитана на пешеходов и велосипедистов. Архитекторы продумали несколько маршрутов. Часть велодорожки думают даже пустить через залив. Амбициозным планом, впрочем, сбыться суждено не ранее, чем через 10 лет. Проект планируют завершить к 2028 году. Татьяна Баженова, Тимур Юнусов, Наталья Шипицына и Аделина Геворгян. Телеканал Санкт-Петербург.